всем привет сегодня последний день лета очень дождливый холодный у нас в омске но я вас приглашаю в райское место где много орхидей где неимоверная красота не могу удержаться чтоб не заглянуть в белую орхидею всегда люблю это делать хорошо у нас раскупили дендрофаленопсисы осталось вот два только темных камбри по 799 но совсем сморщенные а и и орхидей от 390 рублей по 390 выбор большой они стоят вот тут целой полянкой и на предкассовой зоне тоже покажу и 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 Тропску. Тропску. На улице дождь, холодно, я сижу и тоже засмотрелась на орхидею и даже не комментирую. Отцветают мои джекарты, цена высокая. Их немножко уценили, но тем не менее стоят. Они есть на оценке, я сегодня оценку снимать не стала. На оценке очень много орхидей. Много с цветами, в основном с цветами по 399 рублей. Много с цветами. Все узнали эту красотку с розовыми щечками. Она от декором. Я ее потом унесла на фонтанчик и показала. Вот это фотоморгана, я ей тогда вспоминала, как же она называется, не могла вспомнить. Вот очень красивая орхидея. И были несколько штук кирпичного цвета. Это, наверное, египетская. В общем, выбор, в принципе, отличный. В боу-центре стоит африканский закат. Она так стоит там, вдалеке, я сразу не поняла, что это она. Тут я перешла на другую сторону. Вот эта красотка стоит уже долго, ее не забирают. У этой орхидеи очень крупные цветы. Играет музыка. Все в бутонах желтенькие, разных расцветок. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Белые всегда такие нарядные. Это все орхидеи на дуге. Такая у меня есть. Телефон теряется прям как-то под этот ее цвет. Эти все красавицы на дуге. Очень красиво. Я хотела сегодня съездить на правый берег, планировала. Но не получилось. Мне интересно, есть там еще дикие коты или нет. Девочки, мальчики, амичи. Кто был? Есть там дикие коты? И сказали, что диких котов привезут в следующий завоз. Вот такой стоит Биг Лип. Удивительно, что его еще не забрали. Ну а вот эта вся полянка по 390 рублей. Играет музыка. Выбор есть. Кто хочет себя побаловать красивой орхидеей и недорогой, запросто можно выбрать. Стоят мультифлоры. Я когда снимала, глянула, мне почему-то Квестрис напомнил. Нам привозили их один раз всего. Они были дорогие. 990 рублей. Их разобрали вмиг. Вот такая вот. Такая вот витрина. Красивая. 790 рублей. Среди них стоит очень много чармеров. Этот тролль стоит... Даже не знаю, как объяснить. Где раньше стояла уценка. Это я для мечей. Кому нужен чармер... Вон они стоят. Их прям много. Стоят высоко, поэтому я так это снизу заглядывала. Вот видите, еще чармер стоит. Вот это фэнси. Их тоже несколько штук. Смотрите, какая красивая. На предкассовой вот такая у нас новая цена появилась в Боу-центре. Тоже есть что выбрать. Очень пышные букеты. Я так думаю, что они на три цветоноса. Вытаскивать я не стала. Раз не покупаю, не стала даже тревожить архитей. Но видите, как много там цветов. Я думаю, что это на три цветоноса. И вот то, что я вам говорила. По 390. Предкассовая зона. Они все на один цветонос. Не так много цветочков. Но тоже выбор есть. Вот эта нежная очень. Мне так прям понравилась. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Клеопатра на один цветонос. Очень маленькая розеточка у нее. Вот название. Это от Dekor. Розеточка очень маленькая. Я еще хотела руку приложить. Показать, что она маленькая. Видите, фонтанчик у нас какой. Также беглипчик тоже. Очень хотелось мне его выделить. Они у нас были одно время совсем дорогие. По полторы, наверное, тысячи. Здесь тоже три цветоноса. Кто хочет, он еще есть. Он стоит. А вот этот беглип купили прям при мне. Я его сняла там на витрине. Оформлена кухня. Я туда поставила не у фонтанчика. Очень пышная. Очень тоже на три цветоноса. Но его уже забрали. Это чисто полюбоваться в самом конце добавила. Ну вот и все, что я вам хотела показать в Боу-центре. До новых встреч. Пока-пока.